Многие взрослые, уже начиная с нового года, начинают рассказывать детям о том, что впереди ЕГЭ, нужно готовиться. Конечно, делают они это из лучших побуждений, но все же часто именно этим и запугивают, нервируют детей. Кажется, что даже те, кто не волновался, начинают волноваться. Наталья, как все-таки разговаривать с детьми о предстоящих экзаменах? На самом деле ЕГЭ это достаточно такой естественный процесс завершения учебы. И то, что начинает больше внимания уделять, наверное, к январю, с февралю уже, к весне, это вполне естественно, потому что это такой этап важный и необходимый. Единственное, что разговоров не должно быть очень много, и они должны быть в каком-то позитивном ключе, нежели в таком, что вот, скорее сейчас не подготовишься, пойдешь в армию, не поступишь, будешь работать дворником, как раньше говорили, запугивали. То есть в таком ключе, конечно, беседа происходить с ребенком не должна. То есть ребенка лучше поддерживать, помогать ему сконцентрироваться на материале. То есть родитель такой должен выполнять помогающую функцию, поддерживающую, сварить кофе, чай, предложить помощь какую-то, в каком-то изучении какого-то предмета, спросить, что, что сложно, в чем ребенок нуждается. То есть родители это такой друг. Друг, помощник, но никак не по другую сторону баррикад. Когда вот ты опять что-то не выучил, дети учат. Как правило, дети знают. Тем более уже к 11 классу развивается такая вот осознанность, понимание того, для чего мне это нужно. Поэтому стоит доверять своему ребенку, находиться рядом в качестве такого помогателя, помогающего взрослого. Потому что настраивать ребенка на то, что что-то не получится или не случится, это не очень полезно. То есть важно видеть хороший результат и стремиться показать его ребенку и поддерживать его на этом пути. К 11 классу наверняка у каждого ребенка уже есть багаж таких трудностей, с которыми он успешно справлялся. И, конечно, намного позитивнее, эффективнее со стороны родителей говорить именно о том, что, слушай, ну вот ты, там у тебя то-то было, ты преодолел, вот это было, слушай, ты справился. Ну с ЕГЭ ты точно справишься. То есть показывать ребенку, что у него есть ресурсы для того, чтобы с ЕГЭ справиться. И когда эта политика именно в таком русле ведется родителям, то тогда мы в ребенке поддерживаем его ресурс. Действительно, ЕГЭ, да, это страшно. Все говорят, что страшно. Ну что мы будем говорить, что, ну да, страшно. Но этот страх я тоже преодолею, потому что в моей жизни мама говорит, и да, я помню, были страшные моменты, которые я успешно преодолел. И это, да, и это такое позитивное подтверждение ребенку, напоминание о том, что он справится. Тем более, что у ребенка действительно есть опыт и девятых классов экзамена ОГЭ, и много пробных вариантов. То есть дети уже привыкли к тому, что их знание проверяется в какой-то определенной форме, форме, вот формате вот экзамена. Часто считается, как вариант подготовки, браться за самое сложное, за самый сложный экзамен, который, допустим, нужно сдать, или ребенок хочет сдать, и все силы он бросает туда. Насколько правильно вообще такая позиция взяться за самое-самое сложное? Мне кажется, все-таки надо не упускать ни одной возможности и распределить силы грамотно, потому что экзамен, допустим, по русскому языку, но он объективно легче, чем другие. И поэтому, ну, я так как пример, да, не обязательно, что это для каждого история, но если у ребенка, допустим, будет запас баллов какой-то, который может получить и выше, там же идет комбинация баллов. И поэтому важно, наверное, не упустить любую возможность, где у ребенка есть ресурс. Если он хорош в русском языке, то имеет смысл там подзаниматься, чтобы сдать там 80-90 баллов, а какой-то профиль, может быть, будет чуть ниже предмет по баллам, но в сумме они дадут желаемый результат. То есть нужно, наверное, идти от ребенка, от того, что у него получается хорошо, и готовить там, где ему комфортно. Но обычно на ЕГЭ берется все-таки предмет, с которым у ребенка хорошее взаимоотношение. Общаясь вот с подростками, с выпускниками, я очень часто слышу от них о том, что я нарешиваю только вторую часть, потому что за вторую часть можно получить много баллов. А потом, по факту, я очень часто слышу от многих, что, слушайте, во второй части я решила столько-то, столько-то, а вот в первой по глупости завалил столько-то, столько-то, столько-то. Да, потому что первая часть дает хорошее количество баллов. Она же легче, да. Чего ее прорешивать, думают многие. Да, я сделаю акцент на тех сложных там вариантах заданий второй части. И вот здесь тогда как раз-таки, да, ответ на этот вопрос будет достаточно, наверное, четок. Что сначала убедись, что ты легкую часть знаешь прекрасно, и берись за сложную. Да, потому что очень жалко, когда вот там несколько сложных вариантов ребенок взял в задании, в первой части то, в чем он был уверен, как раз-таки эти же баллы и потерял. Вот в этом такие маленькие трагедии происходят, да, в жизни. Причем обидные. Обидные, конечно, да, потому что дети говорят, что ну как, ну как я здесь мог ошибиться. А вот, наверное, именно потому, что неправильно сфокусировал свое внимание. Оно должно распределиться, да, ты должен быть уверен здесь и пойти за тем, что тяжело, да. Да, возьми там, что тяжело, но сначала будь уверен в том, что легко. Вот, наверное, вот это тоже важно иметь в виду. Правильно силы распределить, потому что вторая часть тоже там разные задания. На какие-то требуется длительное время, чтобы их освоить. Их невозможно освоить за месяц или там за две недели. А некоторые можно и прорешать, и что-то вот для себя понять. Поэтому тут зависит от ребенка, от самого экзамена. Конечно, подход от простого к сложному, он работает всегда. А что вы скажете по поводу такого метода, как подготовка в команде? То есть очень многие рекомендуют, но он же кому-то подходит, кому-то нет. Команда должна быть с определенным уровнем знаний. Потому что если дети по своему уровню знаний очень разные в одной команде, то им, наверное, становится не очень комфортно. Потому что если они примерно одинаковые, они могут решать примерно одинаковые задания, делиться опытом, подсказывать друг другу где-то что-то. А если одному все очень сложно, а другому все очень легко, вряд ли это будет такое полезное сотрудничество. Все-таки дети должны примерно быть одного уровня. Не для всех ребят это подходит в психологическом плане. Потому что кто-то, да, кто-то уперся и прорешивает, прорешивает, прорешивает. А у кого-то волнообразно это происходит. И когда такие ребята собираются в одном пространстве, с одной стороны, да, если они расположены, в одном ритме делают, они друг друга подбадривают, они мотивирующие картинки друг другу шлют, делают видео, они себя, эй, давай, там, мы сегодня прорешиваем, там, такие-то задания, да, они друг друга поддерживают. Но когда, но если, да, там, возникают такие там ребята, которые, ой, слушайте, нет, сегодня давайте сделаем выходной, да. И ребята ведомые говорят, а ну да, давайте, а давайте сделаем выходной. Вот, а мы один выходной делали, давайте два выходных. Ой, а праздники, давайте на праздники не будем, да. То есть это тут тоже очень важно понимать. Поэтому когда, допустим, да, ребята занимаются в командах под чьим-то руководством, да, ну, с каким-то преподавателем, в какой-то онлайн там локации бывает, да, сейчас очень много этого всего в интернет-ресурсах, тогда там есть человек, который как-то, да, организует, контролирует, да, и да, так можно. А вот когда ребята сами друг друга, вот там, конечно, хочется понимать, друг друга они поддерживают в чем? В том, чтобы учиться или просто пообщаться собрались. Какие слова поддержки в этот период обычно, вот по вашему опыту, хотят слышать дети? Ну, вот именно поддержки. Они не хотят, чтобы их ругали. Они не хотят, чтобы замечали родители то, что они ленятся. Потому что как часто они жалуются. Вот, я только лег или легла отдохнуть, только взяла или взял телефон, тут вошла мама и сказала, а, ты опять с телефоном ничего не делаешь. Конечно, это звучит обидно, потому что вот ребенок старался что-то делать. То есть родителям важно не обесценивать то, что происходит. То есть поддерживать, то есть хвалить. То, что молодец, круто, ты уже там так справляешься. Я знаю, что ты очень долго, много сидишь, ты там молодец. То есть опираться на ресурсы, подчеркивать то, что действительно Жанна говорила, что о том, что получается у ребенка хорошо. Это правда очень важно, потому что это ресурс для ребенка. А, да, я вот там-то справился, там-то сделал все, там контрольную на пять решил, а там я вообще и в конкурсе выступил еще и победил. И вот я могу с собой, да, у меня есть такой опыт, чтобы преодолеть любые сложности. Да, родителю важно себе напоминать, что он хочет донести до ребенка, да. И это всегда, часто тормозит самого родителя. Ну, например, да, заходит родитель в комнату ребенка, да, то, о чем говорила Наталья. Ребенок сидит в телефоне. И родителю очень сложно себя контролировать. Он начинает говорить, да, там, ты что, сидишь в телефоне, ты ничего не делаешь, ты не поступишь. Стоп! А это то, что действительно вам хотелось донести до ребенка? Вам хотелось ему сказать, что он ничего не делает и не поступит? Вспомните. Вы что хотите ему сказать-то? Слушай, я тревожусь. Вот, а ты точно успеваешь? Тебе, может быть, нужна помощь, там, в контроле. Скажи мне, когда, ну, если вдруг, да, тебе нужна будет помощь, скажи мне, я буду рядом тогда. Я тебе помогу проконтролировать. Отдыхаешь? Слушай, молодец, важно, да, отдыхать. Вот, да, там, когда сядешь дальше делать. То есть очень важно, каким тоном, какие формулировки, и очень важно, что услышит ваш ребенок из того прекрасного, педагогического, с напором, да, вот красивым голосом поставленного слова «излияние». Излияние, да, вот так мы это назовем. И, безусловно, да, родитель переживает, да, родитель боится, да, родитель в страхе. Ну, и мы именно эти эмоции сейчас хотим передать ребенку, опять же, спрашиваются. Мы хотим, чтобы ребенок сейчас боялся, был в страхе, переживал и там в чувство вины прибывал. Поэтому вот стоп, что я хочу сказать ребенку в данный момент. И тогда формулируем так, чтобы ребенок понял именно то, что нам важно до него донести. Потому что очень часто мы хотим смотивировать его. Давай, занимайся, будь активнее. А по факту мы говорим совсем другие слова, и ребенок слышит совершенно-совершенно другое. Часто родители говорят, вот эти красивые тирады продворников, ЕГЭ, и все это в связке, и все это так прекрасно. Не от того, что они хотят именно это, естественно, донести, а от того, что не знают, как сформулировать свои мысли. Очень многим родителям трудно говорить детям о том, что они боятся, что он не сдаст экзамен. Ну, честно, открыто, без каких-то придумок. Вот здесь как раз тоже есть какая-то часть проблемы, что мы хотим замотивировать и выбираем какой-то свой способ, иногда порой довольно странный. То есть как тут родителю научиться говорить правду ребенку? Вы знаете, у меня он самой два года назад ребенок поступал, я была, ну, то есть я сейчас могу говорить с точки зрения профессионала, и с точки зрения той самой мамы, которую иногда заносила. Вот. И вот тот страх у родителя, да, чтобы ребенок не стал дворником, очень часто срабатывает с нами злую шутку, да. То есть мы настолько боимся, чтобы наш ребенок стал прекраснейшая профессия дворника, на самом деле, да. Замечательно, прекрасно, люди живут, зарабатывают, все замечательно. Тут не в профессии дело, да. Мы настолько боимся, что ребенок не поступит, что мы закрываем на это глаза и вообще не даем ребенку шанса об этом думать. Как будто бы у нас в голове происходит такая уловка, вытеснение этой информации, да, что такое тоже может случиться. И представьте, это мы взрослые люди, которые вот так ухищряемся своим сознанием манипулировать. А что происходит на данный момент с ребенком? То есть мы ребенку не даем даже маленького шанса подумать, а что если? Я верю в тебя, ты поступишь. Да, мы найдем варианты институтов. Да, у нас будет масса разных вариантов, что будет с тобой дальше. Да, может быть, ты не сдашь ЕГЭ. И это тоже может быть. Слушайте, столько историй возникает ребят, у которых там что-то с ручкой, что-то там они сели и, прошу прощения, как они говорят, затупили. Извиняюсь за такой сленг подростковый. И не смогли написать на тот бал, который планировали они и родители. И это все так поднимает градус тревожности ребенка, что на сам экзамен ЕГЭ он приходит, как будто это последний день, как будто это час икс, как будто после этого дня все, если не получится, ничего не будет. Он говорит, да слушай, да будет, мы будем жить, мы будем радоваться, мы точно найдем, чем радоваться, да? У нас точно найдется, куда пойти дальше. Да, мы хотим того-то, того-то, того-то. И я считаю, что ты абсолютно точно достоин вот этого, этого и этого. И я знаю, что тебе понравится в этом, в этом и в этом. Слушай, я уверена, что вот, ну, вот, да, ты этим увлекаешься, наверное, работать с этим тебе будет прям замечательно. Но если это все не получится, то у нас есть запасной план, и ты об этом помни. И тогда у ребенка будет маленький шанс, когда вдруг пойдет все не по плану, который вы расписывали, зацепиться за этот маленький шанс и помнить о том, что мама сказала, что все будет и сейчас нормально. Даже вот так. И тогда мы не боимся. Мы говорим, слушай, варианты в жизни могут быть разные. Не все идет так, как мы планируем. Мы с тобой прилагаем массу усилий. Бывают грустные истории, и ребята приходят на консультирование, как раз-таки, когда они все сделали, сдали, а потом где-то не поставили галочку и не смогли, не сориентировались и не поступили из-за этого. Возьмите на себя техническую часть, и ваш мозг, родители, будет занят, да, и ребенок будет понимать, что его задача прилагать силы, да, там, идти к цели. И, ну, даже если цель поменяется, жизнь будет прекрасна в любом случае, потому что вы будете рядом. Да, ну, вот так. Поэтому очень важно, вот Жанна об этом говорила, и для родителя, и для ребенка видеть альтернативные варианты. Когда он один, действительно, что-то не сложилось, и произошел крах. А когда у тебя есть очень много вариантов, это всегда про безопасность, про ощущение того, что я могу сделать так, так и так. То есть недаром вот мы с детьми всегда обговариваем, что, а какой самый худший вариант развития событий? Я не сдам ЕГЭ. Но начинаешь с ними разговаривать, а какой самый лучший? Я там сдам, я пройду в такой, в там, вуз. Вот какой наиболее реальный вариант? Он говорит, ну, я сдам, но, может быть, не на 90, там, а на 75. Отлично, что ты тогда будешь делать? И также мы обговариваем, что ты будешь делать, если ты не сдашь. Если самый худший твой вариант, который ты себе там нафантазировал, он будет в реальности. И тогда мы говорим, я могу сделать тогда вот это, я вот это могу сделать, я вот это. А что еще? И когда вариантов масса, а даже не один альтернативный, то это очень позитивно влияет на восприятие своего будущего в жизни. Также, кому я могу обратиться за помощью? Что мне сделать тогда? И то есть это будет очень такая вот хорошая техника не только для ребенка, но и для родителей. Потому что родитель тоже должен эти варианты видеть. Ну, на проследок все-таки о хорошем. Как важно и правильно все-таки себя хвалить на протяжении этого пути? Мы сейчас про ребенка, естественно, говорим. То есть вот у нас марафон подготовки к ЕГЭ. Несколько месяцев, дети готовятся. Но на протяжении, можно же хвалить себя не только, когда ты сдал уже ЕГЭ. Это так еще не скоро, кажется. В процессе подготовки как себя поощрять? А вот прекрасная техника, да, раздели слона. Она называется «съешь, раздели, съешь слона», да. Когда ребенок в замечательную свою цель сдать успешный ЕГЭ дробит на маленькие-маленькие цели. И прописывает прям буквально эти цели. И понимает, что вот я эту, 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 эту цель я выполню, я до нее дойду. И я молодец. И я могу себя похвалить. Ну, а то, чем похвалить, да, тут уже в зависимости, ну, тут все индивидуально. Опять же, со стороны родителя. Ваш ребенок ест слона, простите, да. Ну, слушайте, ест половину слона, ну, поощрите его, порадуйте. Скажите, слушай, ты заслужил неделю отдыха. Ох, неделю? Ну, страшно, неделю. Зато эта неделя так тебе даст ресурс для того, чтобы ты дальше с новыми силами. Это будет разрешенное время, когда ты спокойно, без чувства вины можешь набираться сил, впечатлений, интересов. Вспомнишь, что у тебя есть друзья, да, например. И тогда с новыми силами мы еще освоим еще четверть этого прекрасного слона, да. И когда мы дробим свою большую, огромную цель, да, то мы тогда видим результат своих действий. И мы понимаем, что мы движемся, что мы не топчемся на месте. И мы понимаем, за что мы можем себя похвалить, да. У-у-у, когда это я сдам это прекрасное ЕГЭ, когда это меня мама похвалит. Да-да-да, а тут я прошел этот, этот и этот модуль. Я прошел столько-то тестов, например, да. Здесь вопрос вот к остановке цели, точнее, большую цель раздробить на очень маленькие задачи. Это может быть освоить такую-то тему, прочитать такой-то параграф, научусь решать вот этот вот тип задания. И ребенок, конечно, будет чувствовать себя уже состоявшимся и уверен, что вот я куда-то двигаюсь, о чем говорит Сажанна. Ну, то есть поощрять себя можно, главное, чтобы это было вот за что-то. Да. Это прекрасно. Хотя иногда хочется и просто так себя поощрять. Можно? Можно, абсолютно. Каждый хозяин в себе совершенно точно, да. Главное делать это в полном согласии с собой, да. Если я понимаю, что сейчас мне очень важно ничего не делать. Вот сейчас очень важно. Слушайте, можно я час не буду ничего делать? Это я и с точки зрения родителя говорю, и с точки зрения ребенка. Да разрешите вы ребенку ничего не делать? Уважаемые родители, да разрешите вы себе целый час ничего не делать? И потом с новыми силами, да, и с новыми положительными эмоциями вы пойдете в это успешное, прекрасное путешествие по сдаче ЕГЭ. Спасибо вам большое за такие советы. И пока все вокруг напоминают, что нужно готовиться к ЕГЭ, я думаю, что мы напомним, что ЕГЭ, ну не так это страшно, и все возможно, у вас все получится. А если вдруг не получится, как вы уже слышали, всегда есть другие варианты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!